В начале августа администрация Ненецкого округа одобрила проект постановления о совершенствовании системы оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года. Как и кого коснутся эти изменения, узнаем сегодня в студии. Это программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях начальник управления труда и занятости Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Марьяна Кислякова и начальник отдела регулирования и мониторинга системы оплаты труда управления труда и занятости Оксана Лунегова. Здравствуйте, Марьяна Александровна, Оксана Михайловна. В чем суть изменений и в связи с чем они были приняты? Добрый день. Настоящие изменения в принятом нормативном акте Ненецкого автономного округа приводят систему оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях Ненецкого автономного округа в соответствии с рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Значит, затрагивать эта система будет только лишь государственные и муниципальные учреждения, вернее, простите, государственные учреждения Ненецкого автономного округа, казенные, автономные при наличии и бюджетные. Далее, Оксана Михайловна, более подробно. Ну, совершенствование направлено на увеличение размера оклада в структуре заработной платы и отмену существующих сегодня повышающих коэффициентов к окладам-ставкам, установленных для работников, входящих в один и тот же профессионально-квалификационный уровень. Вообще, постановление утверждает семь нормативных единиц. Это положение об установлении систем оплаты труда, устанавливается перечень видов выплат компенсационного и стимулирующего характера. Далее, устанавливается для казенных учреждений размеры окладов по профессионально-квалификационным группам, должностям и профессиям рабочих. Для бюджетных и автономных учреждений минимальные размеры окладов по профессионально-квалификационным группам, общоотрасливых, должностям и профессии. Также устанавливаются еще размеры должностных окладов для руководителей. То есть, все-таки суть изменения в том, что в этих вот трех названных учреждениях была разная заработная плата, она отличалась, и так понимаю? Естественно, так как система оплаты труда устанавливается в самом учреждении, но учреждения пользуются, то есть свою систему разрабатывают на основе федеральных нормативно-правовых актов и окружных нормативно-правовых актов, коими вот у нас и являлся так называемый 186-п от 2011 года. И сейчас эти акты будут отменены в связи с принятием нового, который, в принципе, уже имеет реквизиты, 11 августа, номер 260-п, постановление о совершенствовании системы оплаты труда в государственном учреждении. Это как-то унифицирует заработную плату, порядок начисления заработной платы? Частично. Да. И все-таки какие существенные изменения? Вот как было и как будет? Вот чего ждать работникам этих трех учреждений? Трех типов. Трех типов. Ну, значит, чего ждать? Произошло четкое разграничение для типов учреждений казенного. И вторая группа — это бюджетные и автономные учреждения. Для казенных учреждений будут разработаны положения об оплате труда, отраслевые. В настоящее время они уже разрабатываются департаментами, инспекциями, комитетами, ну, то есть органами власти. И будут утверждены их приказами. Для бюджетных и автономных учреждений будут разработаны теми же департаментами примерные положения. Эти примерные положения будут являться ориентирами для бюджетных и автономных учреждений. Можно еще добавить это то, что в положениях для казенных будут установлены размеры окладов четкие, которые будут применяться учреждениями. Для бюджетных и автономных будут установлены минимальные оклады, которые будут являться лишь ориентирами для того, чтобы руководитель администрации учреждений установила конкретные размеры в каждом бюджетном и автономном учреждении. А вот в этом проекте закона упоминались такие пропорции, как 60 на 40. Что это такое? Они упоминались не в самом проекте, а в пояснениях проекту. Вообще формула 60 на 40 появилась у нас из-за этих же единых рекомендаций, которые назвала Марьяна Александровна еще на 2015 год, где было четко указано, что для работников сферы образования необходимо было тянуться к условно-постоянной части заработной платы не ниже 60, а для работников здравоохранения привести структуру заработной платы, чтобы оклад не составлял 55-60%. На 2016 год введенных рекомендациях там появились, ну, эти же формулы были прописаны, и звучат они приблизительно так. Для сферы образования оклад уже не ниже 60%, для учреждений здравоохранения 55-60%. В принципе, получилось так, что в 2015 году культура не была освещена, сейчас культура тоже вышла со своим, с установлением доли части выплат в виде оклада. Они ее тянут до 50-55%. То есть вот эта пропорция 60 на 40, 50 на 56, допустим, и оставшаяся часть, говорит о том, что гарантированная часть заработной платы в виде оклада должна составлять в структуре заработной платы, мы должны стремиться к этому, не менее 50%. А переменная часть заработной платы, то есть это стимулирующие выплаты, должна составлять около 40%. То есть вот таким образом. То есть меньше вот этих вот 50% работник не получает. А если он хочет увеличить заработную плату, то, соответственно, он должен или увеличить интенсивность, я так понимаю? В том числе, правильно понимаете. Ну, а сколько сегодня вот составляет оклад защищенная часть? Ну, у всех по-разному, зависит от отрасли. В настоящее время идет колебание от 31 до 60%. То есть в зависимости от учреждения. В настоящее время, ну, расчет ведется, конечно, по порядкам формирования фонда. Ну, то есть это получается по плановым цифрам. Ну, вот это приблизительно 31-60%. Вот так. То есть это зависит от... Ну, в среднем, да, в среднем это колебание идет от 40 до 50%. Я вам назвала нижнюю и верхнюю границу. Ну, вот, допустим, сегодня у учителя какой оклад и какой у него будет примерно? Значит, по отраслевым окладам мы не готовы говорить, потому что в настоящее время только лишь департаментам образования, культуры и спорта разрабатываются положения, в которых будут утверждены. Ну, насколько я знаю, у них все бюджетные учреждения, поэтому они устанавливают минимум. А руководитель учреждения в своем каждом конкретном учреждении, исходя из размеров фонда, будет устанавливать оклады самостоятельно. Фонда оплаты. Фонда оплаты, да. То есть я могу добавить в этой части, что ни у одного учителя оклад меньше не станет. То есть из того, что есть на сегодняшний день, то есть у нас приведены все оклады в определенные уровни, в определенные категории, то есть меньше заработной оплаты не будет. Фонды оплаты труда остались на прежнем месте. Так же, как у учителей, работников здравоохранения. У всех. Да, это основополагающий принцип, который был заложен в совершенствовании. То есть фонд оплаты труда остается на существующем уровне. Идет только внутреннее перераспределение его частей. Структуры заработной платы. Которая направлена на увеличение размера оклада. Начисление то же самое. То есть принцип начисления заработной платы никто не рушит. Он как был, так и остался. То есть какой был фонд оплаты труда, он таким и остается? Фонд оплаты труда – это денежная сумма, которая направляется на заработную плату. То есть, грубо говоря, берутся все профессии и должности, складываются оклады, размеры компенсационных выплат, размеры, допустим, стимулирующих выплат, умножаются, ну, как минимум на 12 месяцев, да? Так скажем, да? Вот таким образом формируется фонд оплаты труда. То есть, поскольку он с 2016 на 2017 год не изменился, то есть уменьшение заработной платы быть не может просто. А расчет заработной платы, он не менялся вообще. То есть у нас просто сейчас мы подошли к единообразию. Применение окладов, так скажем, подтянули их, насколько возможно, для того, чтобы все-таки в структуре заработной платы оклад составлял, выстремился к 60%. То есть размер оклада был около 60%, гарантированная часть заработной платы. А стимулирующая часть, она переменная. Вы уже слышали, да? То есть в зависимости от качества, количества затраченного труда, результата труда, результата оказания государственных услуг. То есть затрата учреждения на оплату труда сотрудникам не изменится? Нет. Но такие изменения, они коснутся, вот сейчас проходят по всей стране? Они уже прошли по всей стране и проходят в некоторых регионах. То есть такие изменения, так скажем, начались они с 2012 года в соответствии с распоряжением правительства об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях. То есть с 2012 по 2018 год у нас как раз во всей России в части указанных учреждений должны произойти вот такие вот, так скажем, даже это не структурные изменения, а приведение к определенному статусу системы оплаты труда. То есть в части гарантированной заработной платы, в части компенсационных стимулирующих выплат. То есть заработная плата не уменьшается, просто структурируется. А вот еще такой вопрос, насколько большая разница в размерах заработной платы у руководителей и главных бухгалтеров и средней заработной платы работников? Ну, у нас есть годовые данные по 2015 году, и они различаются в зависимости от отраслей. Например, учреждения, которые подпадают у нас под мониторинг образования, у них кратность между заработной платой руководителя и средней заработной платы в учреждении колеблется от 1,9 до 4,6. То есть разделив заработную плату руководителя на среднюю заработную плату, вот получаются такие цифры. В культуре получающиеся цифры у нас 2,5-3,2. В здравоохранении колебания идут от 1,9 до 4,1. И в социальной сфере от 2,1 до 4. В апреле месяце постановлением администрации были установлены предельные соотношения для каждой отрасли, которые зафиксированы в отраслевых постановлениях. Ну, то есть администрация четко отслеживает, чтобы учреждения не превышали данные предельные соотношения. То есть заработная плата руководителя не может превышать, например, в образовании более чем в 5 раз среднюю заработную плату работника. Ну вот и новые изменения, они будут тоже это учитывать? Да, эти же предельные уровни будут там зафиксированы. Также зафиксированы. И также будут отслеживаться. Ну сколько у нас в округе учреждений и работников, которых коснутся эти изменения? Значит, около 7 тысяч. Работников, которые коснутся настоящие изменения, это вот все, что касается бюджетной сферы Нинецко-автономного округа. То есть переданы полномочия из муниципальных образований. То есть то, что касается образования, это школы, детские сады, то есть перешедшие в структуру Нинецко-автономного округа. Их тоже это коснется. Потому что у них была немножко иная система. Так что с 2017 года они уже будут работать, функционировать вот именно на такой новой системе оплаты труда. Этот документ, он основополагающий. Он положил основы. То есть он четко разделил функционал, ну функционал казенного и по функционалу бюджетно-автономного учреждения. Определил роль органа в установлении системы для казенного учреждения. Что там это все устанавливается в обязательном порядке и соблюдается главное казенным учреждением. Для бюджетного же учреждения положение пишется примерное. То есть является лишь для учреждения бюджетного автономного ориентиром. Понимаете, по функциям. Если казенное учреждение создано для выполнения государственных функций, государственных услуг, то бюджетное учреждение не только выполняет государственные услуги, оказывает услуги, но еще может оказывать платные услуги. То есть, получая тем самым определенный вид дохода, может какую-то часть этого дохода направлять на выплату заработной платы своим работникам. У казенного учреждения таких возможностей нет. Они работают на основании сметы. То есть у них должно быть четко от копеечки до копеечки просчитано. То есть должны быть установлены конкретные размеры. В бюджетном учреждении руководителю под его ответственность дается возможность в соответствии установить минимальные, вернее, органы власти устанавливают минимальные размеры окладов, так скажем, и определенные требования к установлению компенсационных и стимулирующих выплат. А руководитель учреждения в соответствии с представительным органом работников, допустим, может быть в тандеме, а может быть как одна из сторон может выходить с предложением, уже формирует положение, локальный нормативный акт, положение об оплате труда в конкретном учреждении. То есть устанавливая тем самым уже конкретные оклады в своем учреждении, конкретные размеры выплат, но не считая тех, которые определены федеральным законодательством, допустим, такие выплаты, которые обязательны, и минимальный размер не может быть уменьшен. Допустим, оплата за работу в ночное время, это 20%, меньше невозможно установить. Оплата за работу в районах Крайнего Севера и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, то есть районный коэффициент и процентная надбавка, значит, они у нас тоже определены, да, в низком автономном круге 80 мы выплачиваем, районный коэффициент, и надбавка тоже за стаж работы максимально 80. То есть здесь уменьшить невозможно. А все остальные выплаты стимулирующего характера, в том числе компенсационного, могут варьироваться. Варьироваться каким образом? Значит, чтобы в общей сумме из размера оклада и размеров этих выплат получилось 100% от фонда оплаты труда, чтобы не превысить его. И, кроме этого, должны быть заключены, ну, то есть переходим мы на эффективные контракты до 2018 года. Все учреждения должны перейти. Эффективный контракт – это трудовой договор. Тот же самый трудовой договор, который заключен с работником. Только лишь в нем конкретизирована, более конкретизирована трудовая функция и показатели эффективности, по результатам которых могут применяться стимулирующие выплаты. То есть за результат работы, за результат оказания услуги. То есть вот эти стимулирующие выплаты, они будут как раз работодателям непосредственно, руководителям учреждения и устанавливаться. Кроме того, распределение вот этих вот стимулирующих выплат будет осуществляться комиссионно. Будут создаваться комиссии в организациях при учреждении, да. И, соответственно, либо это квартальные будут выплаты, либо это ежемесячные, может быть, полугодовые. Все будет зависеть от того, как будет прописано в положении оплаты труда в самом учреждении. Будут уже рассматривать показатели эффективности. Значит, какую они систему сделают? Стимулирование бальную, весовую, процентную. То есть это дается на откуп самому работодателю. Но в тех пределах, которые расписаны в нашем постановлении. Вот они, наши пределы, определены. То есть работнику в конце месяца нужно будет отчитываться за количество и качество проведенной работы? По большому счету показатели эффективности должны быть установлены везде, для каждого работника. Для каждого работника. То есть, естественно, в эффективном контракте у него должно это быть. Он должен знать и понимать, за что он может получить стимулирующие надбавки. То есть какой его результат работы или какой его весомый вклад даст ему возможность получить вознаграждение большее, нежели, ну так скажем, гарантированные компенсационные выплаты и оклад. То есть, если раньше была система примирования, были установлены четкие проценты, ну так скажем, в большинстве своем. Ну и, конечно, и показатели были. Но для работников не везде были разбиты эти показатели. Обычно в этой структуре содержались такие, как отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие нарушений охраны труда, дисциплины труда. То есть при прочих равных условиях человек, ничего не нарушая, получал свою гарантированную премию. На сегодняшний день совершенно не так. То есть результативность работы каждого работника будет влиять на его стимулирующую выплату. То есть теперь не получится просто отсиживаться, приходить, уходить вовремя с работы? Ну, все правильно. То есть цель-то и задача каждого работника – внести свой вклад. Внести свой вклад в развитие своего учреждения, в развитие низкоавтономного округа, социальной сферы, сферы здравоохранения, образования, культуры, ну и иных. То есть у нас сейчас, на сегодняшний день, заработная плата завязана на результативность. Собственно говоря, вот это основные изменения. Структура окладов, вот эти вот наши, так скажем, единообразный подход для всех. То есть по всем квалификационным уровням, то есть в одном квалификационном уровне не могут быть разные оклады. Ну, у нас немножечко так случалось. На сегодняшний день такого нет. То есть если это, допустим, учреждение здравоохранения бюджетное, то есть у нас минималочка установлена, а работодатель уже стимулирует. То есть человек может, неважно в какое учреждение он пойдет работать, здравоохранение, то есть у него заработная плата не будет варьироваться за счет оклада, она у него будет варьироваться все-таки за счет стимулирующих выплат. То есть это наша главная задача – работа на результат любого работника учреждения, специалиста, значит, младшего обслуживающего персонала, к большому счету. До начала 2017 года принять все положения и разъяснить все работникам и работодателям. Ну, в этом постановлении, которое принято 9-го, одобрено, 11-го ему уже дали номер, в нем прописано, что до 1-го октября все органы власти должны разработать положение и примерное положение. А далее уже в учреждениях будет проведена работа. То есть после 1-го октября это уже само учреждение должно успеть. Но, по сути дела, конечно, все рассчитано на то, что с 1-го января система заработает. – И вопрос про задолженность по заработной плате. Есть ли сегодня в регионе и в какой сумме, в каких организациях? – Да, на сегодняшний день, к сожалению, в Ненецком автономном округе существует задолженность по заработной плате. Составляет она более 20 миллионов. Основной должник, к большому сожалению, это у нас общество, открытое акционерное общество «Наринмарстрой», которое, так скажем, в новых экономических и рыночных условиях не устояло, потеряло заказчиков, не успело перестроиться. К большому сожалению, идут массовые сокращения. То есть они были в прошлый год, они идут в этом году. Общество находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий. Задолженность существует на сегодняшний день в размере 20 миллионов 482 тысячи. Перед 206 работниками, в том числе 133 из них уволены ранее, и задолженность существует по выплатам при увольнении и по выплатам, связанным с сокращением работников, то есть это сохраняемый средний заработок на период до 6 месяцев в районах Крайнего Севера при поиске работы. И что теперь будут делать с организацией? Может быть, какие-то меры применяться? На сегодняшний день работает межведомственная комиссия, созданная в округе, в которую входят как члены комиссии Департамента здравоохранения. Она осуществляет общую, так скажем, регистрационировку этих моментов. Входят судебные приставы, входит налоговая, входит пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования. То есть задолженность существует по заработной плате, то есть автоматом, так скажем, она возникает и в другой сфере, в налоговой сфере, по взносам и иным выплатам. Не менее одного раза в месяц комиссия собирается, но чаще сейчас у нас получается в связи с этой задолженностью, два раза в месяц собирается такая комиссия. То есть приглашаются работодатели, у которых наличествует задолженность. Безусловно, мы разговариваем о возможностях погашения такой задолженности, о планах погашения задолженности, о мероприятиях и мерах, которые должен предпринимать работодатель по погашению такой задолженности. Прокуратура Нинецкого автономного округа всегда участвует, принимает участие в заседании комиссии указанной, и, соответственно, принимает примитивные меры в этой части. На сегодняшний день, я уже сказала, назначен конкурсный управляющий. Вчера у меня состоялся с ним разговор с его помощником о том, что они сейчас планируют выезд в Наринмарк для ориентализации имущества, создание ликвидационной комиссии, ну и, соответственно, все вот эти, так скажем, кредиторские моменты, касающиеся работников, то есть они тоже должны определенно составить и дать нам чуткий прогноз, когда, какие процедуры в соответствии с законом банкротства будут у них, будут намечены, когда они состоятся, чтобы мы знали и видели, каким образом будет происходить расчет по заработной плате перед работниками. У организации есть имущество, которое возможно к реализации. То есть как быстро конкурсный управляющий будет работать, какую он перед собой цель и задачу поставит, у него тоже есть ответственность. По, так скажем, выплате заработной платы перед работниками, вернее, по своевременности выплаты заработной платы, то есть я надеемся, что в данном моменте у нас будет, так скажем, построен диалог, будет понятно и нам, и ему, собственно говоря, что первостепенно это, безусловно, заработная плата. То есть как будет проходить реализация имущества, пока я сказать не могу. Мне надо добавить то, что в бюджетной сфере задолженности нет. То есть обязательно мониторируются бюджетные учреждения, органы власти, задолженности нет ни у муниципалов, ни у окружных учреждений. Не поступают сведения из федеральных учреждений. То есть зарплата выплачивается в полном объеме, в сроки. А что касается по выплате аванса и заработной платы? Все как было, так и есть. Там сроки не сдвигаются? Пока нет. А почему не должны сдвигаться? Трудовое законодательство четко оговаривает, что заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц, не реже, чем каждые 15 дней. В дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, либо иными локальными нормативными актами организации. А в случае задержек? В случае задержек один день задержки – это нарушение законодательства о труде. В случае задержек их вообще в принципе не должно быть. Если задержал работодатель, он выплачивает компенсацию за каждый день задержки в размере одной трехсотой стаски рефинансирования. Ну и там сейчас немножечко другая система регулирования введена. Обязан выплатить работнику еще и компенсацию, так скажем, за задержку выплаты заработной платы. То есть работник может требовать? И от работодателя, и может обратиться за защитой своих прав соответствующей инстанции, и в суд, собственно говоря. То есть существует много способов, так скажем, получить задержанную заработную плату. То есть обратиться за помощью. Вот то, что касается, допустим, на Ринмар-Строя, то часть работников обратились в прокуратуру, прокуратура вышла в суды. Безусловно, в защиту прав работников имеются и заковые требования, уже выставленные на Ринмар-Строю, через службу судебных приставов о взыскании как раз невыплаченной заработной платы. Есть и иные методы всевозможные. Работодатель со своей стороны тоже оформлял решение комиссии по трудовым спорам в организации, которая тоже имеет силу исполнительного документа и ложится в банк. То есть в первую очередь при поступлении денег на счет выплачивается заработная плата. То есть работодатель тоже предпринимал всевозможные от него зависящие меры. Ну вот ситуация такова. А работник, руководитель сам принимает сроки, когда выплачивает заработную плату? Или он советуется с коллективом? Как в этом случае? Заработная плата, в дни выплаты заработной платы устанавливаются локальным актом организации. То есть если есть представительный орган работников, обязательно с учетом его мнения. Как правком? Да, как правком. Там может быть совет у того коллектива, там может быть профсоюзный комитет, безусловно. Может его и не быть. Тогда работодатель, собственно говоря, самостоятельно принимает. Ну, каждый работник до заключения трудового договора должен быть ознакомлен со всеми локальными нормативными актами, действующими у данного работодателя. И, соответственно, он должен увидеть, когда выплачивается ему заработная плата. Это должно быть прописано в договоре? Либо это прописывается в трудовом договоре, либо в локальных нормативных актах, с которыми работодатель должен работника ознакомить до заключения трудового договора даже. Спасибо, Оксана Михайловна. Спасибо, Марьяна Александровна. Я напомню, сегодня в студии мы говорили о новой системе оплаты труда, которая вводится в Ненинском округе с 1 января 2017 года. Это актуальное интервью. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok